Приветствую вас. Я думаю, что проблема взаимодействия вас и вашего ребенка заключается в том, что вы с одной стороны пытаетесь себя ставить исключительно как мать, а с другой стороны вы не можете отграничить себя в полной мере от ребенка, и не имея возможности отграничить себя от ребенка, вы, как бы так сказать, вы начинаете принимать на свой счет то, что он делает, то есть он спорит с вами, то есть вас это лично задевает. Вас это задевает именно лично, то есть вы на свой счет понимаете то, что делает и творит ребенок. Это является ошибкой, это является показателем вашей слабости, это является показателем вашей неуверенности в себе. Это является показателем того, что вы не до конца, не совсем принимаете то, что делаете вы сами. И это говорит о том, что эмоционального, такого вот чувственного взаимодействия между вами нет. То есть вот именно чувственно. То есть ребенок добивается от вас проявления чувств. То есть он успокаивается, как вы говорите, только когда вы начинаете плакать. Вот ребенку нужно выражение чувств. А вы такое ощущение, что пытаетесь ему, ну как бы навязать, да, навязать то, что он должен делать. Ребенок с 7 лет, это уже ребенок последний тот, которого вы уже воспитали, его уже не переделать, ему уже не принести его. Все основное вы в него вложили. И основное, что вы в него вложили сейчас, это то, что он не получает тех эмоций, в котором он не чувствует эмоциональной какой-то связи с родителями. Вот. И в общем-то я думаю, что с одной стороны необходимо отграничить ответственность свою от ребенка. Вот. И четко определить, где я, где ребенок. Второе, это изучить я-сообщение. Это метод техника бесконфликтного общения. Вот. И выражать исключительно свои чувства и использовать активное слушание. Ну это все по Юлии Борисовне Гиппенрейта. Вот. Общаться с ребенком как. Вот. С другой стороны, Ну, подобное проявление поведения мальчика, да, оно явно как-то вот не, ну я не знаю, но явно как-то не случайно. То есть вот, мне например показалось, что вы мужем со своим и с отцом ребенком, ну не совсем влада, да. То есть это очень сильно, вот то, что ребенок делает, очень сильно попахивает реакции на тревожность. На тревожность общую в семье, на стресс, на стресс из-за этой самой тревожности у ребенка и на такое поведение, как и результат стремления снятия стресса. Вот. Поэтому я бы сказал, что ребенок это всегда отражение от своих родителей. И чтобы понять его, нужно понять, как вы взаимодействуете друг с другом, потому что ребенок учится этому у вас. Ребенок учится своему поведению у вас, и он берет те паттерны, те модели поведения, которые, ну, которые, как сказать, которые эффективны. Ребенок, он, знаете, как, вот, как, комната желаний. Если вот читали, братья Стругацкие. Ребенок это отражение наших желаний, но не тех, которые мы сами думаем, а это отражение тех желаний, о которых мы не подозреваем. Вот, ребенок это тот самый, это отражение тех самых желаний. И, соответственно, я могу предположить, что вам самой не хватает эмоциональной близости. Вам, у вас, у самой есть определенное эмоциональное голодание. Вы сами, может быть, не совсем близки с мужем. Может быть, вы не доверяете ему. Может быть, вы не доверяете себе. Может быть, вы чем-то не удовлетворены. Ребенок это чувствует. И он ведет себя так, как будто вы, маленько, удовлетворяете свои потребности. Матерская штука. Вот. Ну, очень похоже на отстраненного родителя, если честно. Очень похоже на отстраненного родителя. Вот. То есть, отстраненный родитель именно поращает такого вот, немного истеричного ребенка, который отчаянно пытается что-то там, ну, что-то вот донести и как-то о себе заявить. И реагирует он только на очень сильные эмоции. Вот. Я думаю, что вы перегибаете паку в том, где говорите, что я мама, а не подруга. Потому что, ну, искусственно вы здесь пытаетесь быть мамой. Искусственно вы здесь пытаетесь быть вот кем-то, да, искусственно. Вы искусственно, вы хотите, чтобы он вас уважал просто так, но просто так ребенок уважать вас не будет. Если он уже перестал это делать, он этого делать не будет. Значит, вы как-то дискредитировали себя в его глазах. Я не знаю, может быть, отец, он сам научился не относиться к вам всерьез, тут тоже вот нужно смотреть. Может быть, вы как-то себя вели и слишком много ему позволяли, не знаю. Но вы дискредитировали себя как мат, как мат. И бессмысленно взывать к тому, чтобы он принял вас как мат. Это невозможно, неприменно. Вот. Ну, просто вот по вашему желанию, да, по вашему, по вашему велению и хотению. Вот этого не сделать. Он это может сделать только, если вы действиями, поведением приведете его к этому. Но чтобы привести, чтобы привести его к этому, ну вот здесь нужно изменить уже вашу собственную модель поведения. И применить, в частности, модель животской любви. Что это значит? Это значит, что вы человеку позволяете познать, постичь, ощутить на себе все последствия своих действий. Вот абсолютно все последствия своих действий вы позволяете человеку на себе ощутить. Это очень важно. Очень важный момент. Ребенок очень быстро научится. Очень быстро ребенок научится. Если его столкнуть с реальными последствиями его, ну, спонтанных действий. Он очень быстро поймет, чего он хочет, чего он не хочет, что для него важно, что для него не важно. Когда вы, например, перестанете стирать, стирать ему одежду, она у тебя будет грязная. Допустим. Вот. При этом вы будете с ним общаться, вы будете ему как бы улыбаться, вы будете ему абсолютно по минимуму там что-то готовить. Но не будете ему ничего давать, ничего покупать. Ничего. Вот. Но это должна быть модель поведения. Важно совместно с отцом. Чтобы не было такого, что вы ведете себя одним образом, а с отцом он ведет себя другим образом. И очень плохо, очень плохо, что случается ребенок своего папу только из-за страха. Потому что страх всегда поражает агрессию. А агрессия выражается на того, кто слабее, то есть мало. То есть очень важно изменить и взаимодействие ребенка с папой, чтобы там не было страха, чтобы там было больше открытости, чтобы там было больше эмоциональности, чтобы там была свобода в отношениях. Поэтому я очень рекомендую вам почитать книгу собственно Юлии Борисовны Гиппенрейдер и выполнять последовательно те упражнения, которые она в своей книге дает. Вот, книга бесплатна, можете скачать ее в интернете. Обязательно нужна личная терапия вам. Обязательно нужна терапия с вашим мужем, терапия отношений с вашим мужем. Вот, обязательно нужно с мужем вашим пообщаться, например, с того, как получаются такие отношения с ребенком, что он из-за страха его слушает. Вот, работы, работы достаточно много. Вот, но и в этом контексте, в этом контексте очень показательным является то, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, посоветуйте что-нибудь. Вот, понимаете, к психологу обращаются не за советом, к психологу обращаются за помощью. Помощь не совет. Помощь это все-таки работа. А совета просят жертва. То есть, предполагаю, что есть какая-то модель победителей, предполагаю, что есть какое-то вот, ну, есть какая-то таблетка, да, которая моментально решит все проблемы. Так, не бывает, не бывает такого, чтобы прочитал совет и все сразу стало хорошо. Нет, это работа, это регулярная, это системная работа. С вами, как я уже сказал, с вашим мужем, с вами обоими и так далее. Вот, это изменение паттернов модели поведения ваших и вашего мужа. И тогда повинуясь правилам системы, законам системы и изменится поведение ребенка. Вот и все. В этом смысле здесь все очень просто. Вопрос в том, насколько вы готовы реально работать над улучшением климата в семье. То есть, мне кажется, у вас крайне не очень. Вот, такой примерно ответ я могу вам дать. Я замечу, что отвечал вам только на первое сообщение. Вот, то есть, я на нулевое сообщение. Я не читал всю вашу тему, я не читал все ваши сообщения. Простите, это было бы достаточно долго. Как правило, в начальном сообщении содержатся все основные вещи, которые, ну, которые необходимы для выработки каких-то таких вот самых-самых-самых первичных рекомендаций. В принципе, я верю в то, что книга может вам помочь. Я верю в то, что, вот, почитав книгу, а книгу она состоит из упражнений, вы сможете какие-то изменения в своей семье принести. Вот, но этого, конечно, мало. Это, конечно, мало. Ну, это, например, какие ваши проблемы, какие проблемы у вашего мужа, и решать их. Тогда именно ребенке это сказывается при перестане. Еще раз напоминаю. Ребенок – это ваше отражение. Ребенок – это отражение ваших желаний. То, как он себя ведет, это то, как хотите вести себя вы. То, как он себя ведет – это неосознаваемые паттерны вашего поведения, которые дают, скорее всего, такой же неосознаваемый эффект. И менять нужно не ребенка, менять нужно себя. В чем я вам и желаю удачи. Ну, а психологи, тех, которых вы выберете для помощи, вот, может быть, вам один психолог, может, другой, ребенку – третий. Вот. Вы, психологи, могут вам помочь. В частности, ребенку я рекомендовал бы клиент-центрированную терапию, потому что она, как мне кажется, достаточно эффективна. Именно, вот, для детей. Да, она занимает много времени. Она может занимать много времени, но она достаточно эффективна. Вот. Ну и, понятно, что арт-терапия – это тоже возможно. Лучше, конечно, идеально, чтобы это было совмещено. Вот. А с вами, с вами нужно смотреть, какие проблемы у вас. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на канал. Они могут в Arctic. Подписывайтесь на планику. Б太лматы, где где П pone беду. Е, ставьте дома, рядом.